Здравствуйте. Да, здрасте. Расскажите, пожалуйста, об общей ситуации в городе. Как сейчас вообще? На данный момент слаживается нормальная для людей ситуация. Пока не вижу никаких изменений в плане, которые происходят в Славянске, в Краматорске и в прибрежных городах. Люди как бы нормально относятся. Скажите, пожалуйста, а вот приток переселенцев временных из Донецка, например, ощущается, ощутим вообще сейчас? В последнее время увеличение количества людей. Очень ощутимо. Особенно в тех городах, которые находятся возле моря, по Новоазовскому району очень много людей, которые приехали из Славянска. Я недавно был в Бердянске, все пансионаты заселены, можно так сказать, беженцами. На Новоазовском районе тоже очень много. И вот мать мне недавно рассказывала, что ходят некоторые люди, даже не могут найти приют. То есть спрашивают, можно ли, представьте себе, звонят в квартиры и спрашивают, можно ли у вас пожить. Потому что не обеспечивает. Я так понял, не обеспечивают пока нормальным образом государство. А скажите, пожалуйста, вот, например, добровольческие какие-то... Школа номер 4. Вот мой отец ходил и разговаривал с ними. В принципе, как бы, нормальные люди, адекватные, которые хотят защищать свою родину. Я, как бы, нормально к этому положительно почувствую. Понятно. Местные органы власти, вот то, что переехали, вы вообще об этом слышали? Ну, из Донецка. Очень хорошо помогают, на самом деле. Очень хорошо помогают, наслышан. Сейчас новый закон вышел, с помощью которого помогают беженцам. И всевозможными усилиями помогают. То есть это и в пансионатах их размещают, и питание, и все остальное. То есть помощь идет очень хорошая, на самом-то деле, на хорошем уровне. Ну, вот как вы мариупольчанин вообще. Да. Ну, вот как, ну, сами вы относитесь к тому, что люди, вот, бегут, и, ну, в вашем городе, как бы, временно пребывать будут. Нормально к этому? Нет, нормально отношусь. Помогать людям надо. Если, то есть, ко мне обратились бы, то есть я помог бы. А скажите, пожалуйста, как сейчас ситуация вообще в городе? Ну, наконец-то сейчас, слава богу, хорошая. Понятно. А скажите, пожалуйста, чувствуется ли приток переселенцев из Донецка, из Славянска, вот беженцев, временно людей? Ну, я бы не сказала, например, что они как-то выделяются и заметны, там, и из улицы, и на улицах, но, в принципе, по информации, которую мы получаем, там, да, из социальных сетей, и вообще из массовой информации, что вроде бы, да, их много. А скажите, пожалуйста, присутствие добровольских батальонов, там, силу нацгвардии, батальона Азов, оно ощущается в городе каким-то образом? Ну, как по мне, например, мне кажется, лучше безопаснее с ними, чем с тем, что было у нас раньше. Поэтому пускай лучше будут они. Понятно. А вот по поводу того, что в город переехали органы местной власти из, ну, как, например, Донецкая областная государственная администрация, там, прокуратура, вот это чувствуется каким-то образом вообще? Ну, чувствуется, не чувствуется, я не могу сказать то же самое, по моим, именно, чисто субъективным мнению и вообще восприятию, что, в принципе, тоже это передается моей даже безопасности нашему, в принципе, городу, потому что, ну, вряд ли на них, правда, нападут ли охрана, охрана их будет намного больше, чем обычного, например, там, да, населения. Вы мариупольчане? Ну, я вернулся недавно с России. Понятно. Скажите, пожалуйста, как сейчас ситуация в городе вообще? Спокойно. Спокойно. А, скажите, пожалуйста, чувствуется ли прибытие в город переселенцев из Славянска, может быть, Донецка сейчас? Ну, мне вот предлагали, это, беженцы есть с Донецкой. Им так, конечно, я, в принципе, не возражаю, у меня есть вариант кого-то подселить от мужчин. Понятно. Ну, понятно. Есть. Ну, сколько я знаю, просто, милейки, мы там исполняем по ментаре, по музыке, там, да, отдыхающих мало, в основном тоже беженцы. Но есть беженцы, и кто-то тоже мало, но отдыхающих еще нет. У нас, как в Ростове, нет такого беженца. Да, скажите, пожалуйста, а присутствие на территории города добровольческих образований, вот, МВД, и Нацгвардии, АСО, батальон? Вчера, например, шел со Старого Крыма, у меня вот сумку полностью проверили, мобильники все проверили. А как вы вообще к этому относитесь? Они выполняют свою миссию. Я говорю, я вчера был, ну, отца годовщина на Старом Крыму, на Старом Крыму. Ну, они вошли в мое положение, короче, не стали меня сильно это... Немножко обшманали и отпустили с миром. Так что, ну, напрягает, конечно, напрягает. Это не очень здоровая тема, как блог-посты. Ну, блок-посты, да, они немножечко нервируют. Это, ладно, пешие, а машины... Положительность 2,0, а вот это, значит, Маслешову, все такое. Смотрите, на какой-то такой военизированный детский сад, по-моему. Да, вот, а прибытие сюда, например, Донецкого госадминистрации, тоже, как бы, и прочих структур чувствуется, ощущается вообще... Ну, абсолютно. Я, по крайней мере, ничего не... Перемен никаких особо. Даже к нам, вот, говорят, вот, самолет разбился, вот эти дела. Мариуполь тоже, говорят, сейчас сюда доставили. Вот. И я особой разницы не чувствую, что вся администрация к нам переехала. Скажите, пожалуйста, какова сейчас ситуация в городе Мариуполь? Вообще. Все тихо, спокойно. Ну, понятно. Работа, все. Скажите, пожалуйста, а ощущается ли прибытие вот людей, увеличение количества людей в городе за счет прибытия беженцев? Ну, я только слышу об этом. Я только об этом слышу. Сама лично я ни с кем не разговаривала. Скажите, пожалуйста, а вот, например, присутствие батальона Азов и других общественных... Ну, только то, что я слышу, читаю в Приазовском и слышу от людей. Опять же, Сарафан на радио. Ну, а по вашим ощущениям, присутствие их ощущается вообще в городе? Ну, я их видела один раз. Лично я видела один раз. А, ну, как вообще к этому относитесь, новые представления здесь? Ну, я не знаю. Если они не будут безобразничать, то пусть будут. А если безобразничают, то... Да. Хоть бы кто был, безобразие не допустили. Скажите, пожалуйста, а вот, например, переезд Донецкой областной консуторственной администрации сюда и там других прокуратур, например, там судов чувствуется как-то вообще? Ну, лично я не знаю. Я просто далека от всего. Поэтому мне трудно судить. Ну, ситуация в целом. Ну, да, да, да. Конечно, после майских то, что было страшно, сейчас немножко спокойно. Ну, все равно, так как мы граждане Украины, мы все равно чувствуем беспокойство за наших людей. Не хочется, чтобы погибали люди ни с одной, ни с другой стороны. Погибли люди вообще. Это страшно, это ужасно. Я помню рассказы своих родных о Великой Отечественной войне. Для меня это бомб. Я не хочу, чтобы ни с той, ни с той стороны некий премьер. Расскажите, пожалуйста, какова сейчас ситуация в целом в Мариуполе? Насколько спокойно, неспокойно? Что происходит? Ну, насколько я общаюсь, где? Спокойно. Скажите, пожалуйста, а чувствуется ли прибытие переселенцев из других городов Донбасса, например, там из Славянска или из Донецка, вот что больше людей как-то в городе стало? В летнее время здесь святомые люди. Ну, особо не... Поэтому особенно не заметно. Понятно. Скажите, пожалуйста, а ощущается ли присутствие добровольческих батальонов, Азов, например, вот, которые здесь в городе, а не где-то? Вы видели? Ну, я их вижу, потому что я проезжаю, останавливаю, проверяю машину. Понятно. А как вы вообще к этому относитесь? Нормально. Понятно. А то, что, например, там переехала... Ну, как говорите, как я помню. Переехала, например, Донецкая областная госадминистрация сюда, вот, например, суды там переезжают. Это вы ощущаете каким-то образом в городе? Я ощущаю. Может, в городе в центре больше кто-то. Ну, а если начнут появляться, как бы, в городе переселенцы, там, временные, из других городов Донбасса, Вы-ка там вообще нормально относитесь? Конечно, нормально. Скажите, пожалуйста, в Мариуполе какова сейчас вообще ситуация так, как встанутся в городе? Честно говоря, я не знаю. Мне, например, она не нравится. А почему не нравится? Ну, потому что для меня киевская власть – это фашисты. Это фунта. А они ей подчиняются. Скажите, пожалуйста, по поводу присутствия в городе батальона «Азов». Как вы к этому относитесь? Вообще негативно, отрицательно. А вы их видите по улицам? Видела по телевизору. И по улице видела. А почему, ну, что они делают? Почему негативно? Ну, что, говорят, что они якобы тренируются здесь. А что на самом деле они делают, я не знаю. Нам, естественно, не говорят. А скажите, пожалуйста, ощущается вообще приток временных переселенцев из Донецка, Славянска, возможно, там еще каких-то городов? Ну, то есть увеличение количества людей там в городе, вот кто там может... Ну, увеличение, да, но, может быть, это из сезона летнего. Ну, а если будут беженцы, например, приезжать, каковы к этому вообще относятся? Нормально, я нормально к этому отношусь. Понятно. А по поводу, например, переезда Донецкой госадминистрации сюда города? Я, например, отрицательно к этому отношусь. А почему? Ну, мне это не нравится. Ну, они как-то, это чувствуется их присутствие в городе? Ну, мне это не нравится. Негативно я к этому отношусь. Ну, то есть и там и прокуратура, и работники, и милиции? Да, и СПУ, и прокуратура. Милиции. У нас своих латайдеров люди как-то не еда считают. Пожалуйста, вообще, какова ситуация сейчас в городе? Сейчас все спокойно. Город, как бы, после майских событий я жил достаточно. Я думаю, даже уже все стало, как и было раньше. Все спокойно, люди гуляют. Если вот, ну, во времена всех этих событий, я, допустим, я выхожу в центр города, и ни людей, ни машин, все магазины закрыты. Ну, как бы, аж жутко-то вот так-то. Ну, сейчас вы видите абсолютно. Да, скажите, пожалуйста, а чувствуется вообще наплывка вот переселенцев временных, например, из Донецка? Из Донецка, да, чувствуется. Много знакомых переехало? Да, много знакомых переехало из Донецка. И видно, что люди, как бы, ну, не место, не смотрю, как бы, они не мешают. Ну, а, например, там, присутствие вот батальона АЗОВ, вот этих всех формирований, это вообще как-то ощущается в городе? Ну, нет, не ощущаю. Ну, да, не ощущаю. Ну, вы них не видели? Не, ну, я видел как-то, как-то проходили, ну, как бы, ну, работают люди, это как бы правоохранительные органы, ну, как бы, работают. А как вы вообще к этому относитесь? К чему? Если честно... К тому, что вот стоит там украинская армия, например. Я положительно, лично я к этому положительно отношусь, да, и, как бы, ну, чувствуется защита просто. Понятно. А вот, например, там то, что переехала Донецкая областная госадминистрация, там, прокуратура переезжает, вот, милиция приезжает сюда, вот, чувствуется как-то это? Я не чувствую, это просто.